Есть такое красивое выражение «время остановить невозможно». А как на практике? А на практике получается, что и время подвластно человеку в какой-то мере. Есть даже такие профессии, которые призваны хранить старину. И для этих людей важно, чтобы цепочка под названием культуры и традиции никогда не прерывалась. Так кто же они, хранители старины, и что ими движет? Давайте разбираться вместе. Он может сделать так, чтобы душа развернулась и свернулась обратно. Мастер из села Заворонежское Мичуринского района реставрирует раритетные гармонии. Его восстановленные музыкальные инструменты звучат по всей стране – от Санкт-Петербурга до Омска. Когда Василий Ильич уединяется в своем так называемом офисе, домашние стараются его не тревожить. А в это время вместе с ним десятки инструментов борются за чистый звук и счастливую дальнейшую жизнь гармонии. Здесь, как на операционном столе у хирурга, каждый инструмент должен быть под рукой. Вот свои щеки раздувает дувачка. Она помогает проверить состояние голосовых связок гармонии. Если колебания металлических язычков не соответствует норме, значит, пациенту требуется помощь. Мичуринская земля вообще богата реставраторами. Вот, например, Николай Валиков когда-то спасал человеческие жизни. Сейчас на пенсии тоже не бросил свою благородную миссию. Правда, теперь в качестве пациентов не люди, а самовары. У меня есть выражение такое. То есть, есть, поступают в травматологию, поступают в хирургию, а кто-то требует только терапевтического лечения, то есть навести лоск. А этот вот, и этот вот попадает у нас. И это нет, не совсем. То есть, его придется тоже разбирать. Вот никель тут сошел. Идея реанимировать антикварных пузачей зародилась у Николая Валикова 6 лет назад. С тех пор через его руки прошло более 50 экземпляров. Делая, допустим, что-то, промывку какую-то или, допустим, проверку самовара на герметичность, вынося ее там во двор к себе, ставя на ящик, на металлический, заливая воду. И люди интересуются, вот, а вы для себя делаете или можете мне, допустим, помочь в восстановлении? Я говорю, и для себя, и для вас могу. Соседи приходят, проходят мимо и говорят, ну что, чай пить будем? Я говорю, заварку несите, не вопрос. Традиция пить чай всем двором не прижилась. Зато такие посиделки превратились в бесплатную рекламу. Сарафанное радио стало двигателем самоварного промысла. После этого искалеченные жизнью и хозяевами пузачи стали стекаться к мастеру не только со всей области, но и из других городов. Сам самовар для современного человека известен и понятен. Но оказывается, что в старину люди не представляли эту посудину без массы аксессуаров. Так, например, в классический набор входил поднос, капельник, полоскательница, труба, ну и заварник. Цепочку под названием традиции и культура составляют не только предметы старины, но и ремесла. Данилу Чулёкина можно по праву назвать одним из хранителей гончарного промысла. Смотрите, как быстро и легко в его руках глина превращается в идеальную основу для творчества. Также ловко из нее будет формироваться изделие. На старинном ручном гончарном круге, привезенном из Федоровки, работа спорится. Нужно следить, чтобы все жгуты плотно прилегали друг к другу, чтобы у нас потом все это не развалилось. Вот, допустим, издевали привезли на основу. Инструменты – это деревянный нож. И тряпочка для заглаживания. Ну и еще есть срезка, то есть небольшая нычка для подрезания. После того, как основа из глиняных жгутов готова, начинается ответственный момент формирования окончательного изделия. Когда с глиной работает опытный мастер, можно не успеть и глазом моргнуть, как оно будет готово. Еще и нарядные, украшенные узорами. Настройка вот стоит, берут, ну, профессионал берут, конечно, дорого, от 15 тысяч. Просто вот настроить вот это вот, вот вытащить резонаторы и настроить. Где-то 15 рублей берут. Настройщик, который профессиональный, он вот эту вот работу сделает, ну, может, за день. Я так думаю. Потому что у него, он даже может настраивать без этого прибора. А у вас сколько уходит времени? Ой, я настраиваю долго. Вот это я буду настраивать, может, неделю, я не знаю. Это ведь как пойдет. В другой раз один голос настраиваешь весь день. Никак ты не попадешь. Никак. То выше, то ниже. Однако прежде чем проводить реанимацию, больного нужно вскрыть. А дальше чистка клапанов и тяги. Когда-то эти старушки развлекали гостей на свадьбе. Теперь отжившие свой срок подруги скапливаются в доме у Василия Овчинникова. На пути попадаются тульские фабричные, но чаще цельнопланочные кустарные экземпляры. Гормоны любительские, они очень дорогие были. Они сейчас дорогие. И раньше они были дорогие. Хороший гармон стоил корову. Вот коров стоил тысячу рублей, например. Значит, гармон даже хороший стоит тысячу рублей. В коровьем эквиваленте принято было измерять и самовары. Правда, стоимость пузача превосходила цену домашней животинки. На Руси самовар стоил дороже коровы, как это всегда было. Их продавали, по историческим данным, их продавали на вес. Чем тяжелее, тем, соответственно, дороже самовар. Были особые формы. Были самовары петухи. Были самовары яйцо, желудь, пушка, мешок. Точный возраст медного или латунного пузача определить невозможно. Можно лишь примерно попасть во временные рамки. Большая часть чайных приборов, что побывали в этой мастерской, были сделаны в начале прошлого века. Об этом говорят и потертости, и дырявые бока. Тоже глины делались или растительные, или же целой сцены охоты. То есть там деревья, охотник гонится, медведем. То есть целые такие сюжетные линии они были. И это делалось на всю посуду, делалось для того, чтобы... То есть нашу посуду продавали по всей Центральной России. И еще уникальный – это пальцевый орнамент. То есть орнамент, создающийся засечками с помощью пальцев, ногтей. То есть это тоже очень древний такой способ декорирования. А вот еще одна из интереснейших тем – федоровская игрушка. Эти изделия актуальны и сейчас в качестве сувенира. А также пользуются спросом у коллекционеров, любителей традиционного искусства. Первую гармонь Василий Ильич приобрел у соседа, обменяв на десяток куриных яиц. На протяжении всей жизни судьба их то разводила, то сводила обратно. И только на пенсии музыкальный союз приобрел постоянство. После того, как знакомый пасечник решил пристроить инструмент в добрые руки. «Ой, Ильич, ты что, играешь, что ли?» «Говорю, играю. Слушай, у меня под кровати какая-то гармонь лежит. Теща говорит, ты убери ее. Ну, сколько она там? Я полы мой, она мешается. А то на свалку выкину. Ты ее забери». Гармонисты – это фанаты. Это больные люди. Вот рыбаки, охотники и гармонисты такие. Вот мы круг гармонистов, мы все почти друг друга знаем. Сейчас интернет, благодаря этому интернету. «Они практически как дети. То есть с ним намучаешься очень долго. Вот этот вот самоварчик придется паять, потому что он лопнутый. Вот. Бел весь черный. У меня фото остались на моей страничке. Его лудить придется. То есть полностью обновить». Лужение покрытия оловом тулового самовара – это еще одна стадия лечения коррозии и косметическая процедура. После такого основательного ремонта самовар можно не только показывать на выставке, но и снова использовать в быту. «Некоторые покупают просто для антуража, некоторые для коллекции, некоторые просто для того, чтобы на природе или где-то еще в своей беседке, если есть дом там где-то на свежем воздухе, поставить самовар, растопить его. Допустим, вот такой самовар в теплую погоду, в хорошую, с несколькими углями древесными, горящими, закипает где-то минут за четыре». А кто-то как память о предке. Причин для реставрации много, но все они говорят об одном – мода на старину возвращается. А это значит, что у Мичуринского левши впереди еще много работы. Данила Чурюкин с детства интересовался творчеством. Путь был долг, но увлекательным. Получить представление об истории старинного промысла помогли многочисленные поездки по музеям. Самое интересное, конечно же, ждало в Федоровке. Там он встретился с Ольгой Павловной Поповой. Она-то и передала Даниле технологию изготовления керамики и знаменитых федоровских игрушек. «Она 35-го года, если я не ошибаюсь, года рождения. К сожалению, сейчас она уже в очень тяжелом состоянии. Она как раз и обучила, передала мне свой круг, всегда нам помогала. У ней было такое воодушевление, когда она поняла, что у нас есть интерес к тому, чем она всю жизнь занималась. Потом это все было забыто». Пока гончарное ремесло не забыто, пока реставраторы помогают и дальше пыхтеть столетним самоварам, пока звонкоголосы и гармонии радуют нас своим звучанием, можно быть уверенными, что судьба национального культурного кода в надежных руках. «Сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась». «Белым снегом, белым снегом, ночь метельная, все жду замело». «Победура и пакатура, я с тобой, родимый, ядышком прошла». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова